Как правило, я приезжаю в филиал, разговор идет о наших делах насущных, о каких-то цифрах, сегодняшних акциях, сегодняшних и так далее. В этот раз мне бы хотелось немножко поговорить более, может быть, всеобъемлюще о нашей компании, о том, что мы из себя представляем в принципе на сегодняшний день и в мире, и в России. Начать с истории, поговорить о сегодняшнем дне, поговорить о наших планах на будущее и так далее. Хорошо? Где-то это займет, я надеюсь, полтора часа. Если вы выдержите и не уснете, то я буду этому очень рад. Говорили, с вами с партнерами? Конечно. Первое, что я хотел бы вам сказать, это слова истинной благодарности за то, что вы с нами. Это очень важно. Может быть, вы иногда чувствуете, что компания не всегда вас любит за то, что вы делаете. Может быть, знаете, в будни лидерских консультациях, когда вы занимаетесь обычными, можно сказать, рутинными делами, вы не осознаете, насколько важны ваши обычные, ежедневные консультантские и лидерские дела для нас, как для компании. И чтобы вас в этом деле убедить, я хочу сказать вам огромное спасибо от топ-менеджмента компании. Йохан и Магнус, они знают, что сегодня я здесь. Они передавали вам огромный привет. Знайте, что без вас, без вашего каждодневного труда, мы не можем, не могли бы существовать как компания. Мы не могли бы быть успешным игроком на косметическом рынке прямых продаж и в России, и в мире. Поэтому спасибо вам огромное, низкий вам поклон. Спасибо. Сегодня я хотел бы начать разговор с темой предпринимательства. Вы знаете о наших ценностях. Наши ценности – это единство, дух и страсть. И когда мы говорим о духе, то здесь как раз имеется в виду аспект предпринимательства. То есть дух предпринимательства. Когда мы говорим единство, дух и страсть в Арифлейм, то что такое дух? Это предпринимательский дух. Это очень важно, потому что мы немножко сегодня остановимся на том, как предпринимательский дух, какой он сыграл рой для компании, для ее успеха мирового и для сегодняшнего дня. Итак, что является основным в предпринимательстве? Конечно, это стремление к чему-то лучшему, чем у тебя есть сейчас. И в этом смысле те из вас, кто, может быть, сейчас себя не ощущает предпринимателем. Вы думаете, ну вот я просто консультант Арифлейм. Я делаю то, что мне говорит спонсор, то, что мне говорит компания. И все. На самом деле, вы уже, придя сюда, и опытные наши лидеры, топовые лидеры, и те, кто присоединился к компании недавно, вы по духу и по своим действиям категорически предприниматель. В самом высоком смысле этого слова. Что имеется в виду? Это люди, которые решили взять судьбу в свои руки. Вы отличаетесь от 99% тех людей, которые ходят по улице. Потому что вы приняли решение не продолжать жить так, как жизнь вас, так сказать, толкает. Я часто это описываю, как то, что люди проживают жизнь, не приходя в сознание. Многие люди так и делают. Проживают жизнь, не приходя в сознание. Потому что они встают утром, идут на нелюбимую работу, занимаются нелюбимым делом, разговаривают с неинтересными людьми, включая своего начальника и своих коллег на работе, приезжают домой уставшие, и каждый день все это дело повторяется, как день сурка. Знаете фильм, да? День сурка. Так живет большинство. Но почему мне нравятся рефлеймовские лидеры, почему мне нравятся люди, такие как вы, мои бизнес-партнеры, потому что вы не большинство. Вы в той или иной степени решили сломать эту модель. Вы решили не идти по накатанной колее. Так или нет? Согласны вы со мной или нет? Да. Может быть, у кого-то это было сопряжено с какими-то драматическими решениями в жизни. Словно говоря, не поддерживала семья, не поддерживал муж. Была работа, которая, может быть, не нравилась. Пришлось пройти через внутренние какие-то там борения. Вот, и вы пришли в рефлейм. У кого-то это происходило, может быть, более прозаично. Но, тем не менее, это очень важно. Это то, что мы в компании понимаем, то, что мы ценим. И мне хочется, чтобы вы тоже это ценили внутренне, чтобы вы внутренне гордились этим решением, которое вы приняли когда-то. Взять и поменять свою жизнь фундаментально. Сказать, подожди, это я хочу так жить, что ли, всю жизнь? Я хочу по колее жить, не приходя в сознание? Нет, конечно. Вы пришли в эту компанию. Поначалу, может быть, не веря в то, что вам говорили спонсоры. Да, прощупали там, знаете, как в холодную воду заходишь, попробовали температуру воды и потихонечку-потихонечку втянулись. Да, как и мы все в принципе в рефлейм. И присоединились к этому сообществу сумасшедших. Людей, которые, по-хорошему, как я считаю, сумасшедшие, которые занимаются тем, что им нравится. Да, или нет? Которые находятся в окружении людей, которые им нравятся в большинстве. Которые желают друг другу роста и добра. А не подсиживают друг друга за должность на работе. Так или нет? Которые развиваются личностно. Да, или нет? Которые ездят по миру. Да, или нет? И так далее, и так далее, и так далее. Мне очень приятно. Я в этой компании уже в этом году будет 21 год. Мне очень нравится находиться в обществе сумасшедших людей, которые именно такие, как я и описал. Потому что вот с такими бизнес-партнерами можно идти дальше, можно развиваться, можно показывать те результаты, которые показывает на сегодняшний день рефлейм. Продолжая тему предпринимательства, предпринимательства, а вы здесь предприниматели, то есть люди, которые взяли судьбу в своей руке. Это люди, которые берут на себя ответственность. Вы берете на себя ответственность за тех людей, которые привели в компанию. Правда, это или нет? Вы готовы ежедневно действовать. Конечно, если ты предприниматель, ты должен работать. Предприниматель не может создавать видимость работы, как это часто делают люди в организациях. Можно, в принципе, довольно долго в организации создавать видимость работы и как-то, так сказать, жить от года к году. Предприниматели не боятся рисковать, пробовать новые методы, создавать какие-то новые фишки, новые системы. И предприниматели – это те люди, которые смотрят правде в глаза. Предпринимательство, мне нравится тем, что это очень честная вещь на самом деле. Здесь никакие очковтирательства, никакие, так сказать, как раньше говорили, приписки или нереальный взгляд на вещи не работают. Не работают, да? Потому что или работа есть, или результат есть, или нет. И, конечно же, предприниматели – это те люди, которые мечтают. И тема мечты в нашей компании очень важна, друзья. Мы об этом говорим очень часто. И, может быть, для многих из нас она стала, скажем так, вещью эфемерной. Но на самом деле это очень конкретная тема. Мечты в Reflame. Потому что начиналась компания с мечты. Я вам расскажу об этом чуть-чуть детальнее. И потому что в нашей бизнес-модели мечта – это конкретная вещь. Мы что спрашиваем у каждого новичка, который приходит в компанию? Первый вопрос. Какая мечта? Я – какая мечта? Ты что вообще хочешь? И мне вам рассказывают, что многие люди, живя, не приходя в сознание, они вообще отучились мечтам. Далеко не у всех есть мечтания. Радует или нет? Вы как практики знаете, это лучше, чем я. И мы, как компании, говорим, что наша миссия – воплощать мечты. И есть не так много компаний, которые говорят, что миссия – в нашей организации – это воплощать мечты. Сразу, конечно, скептики думают, как это так? Вы же коммерческая организация, что значит вы воплощаете мечты? Что за пафос здесь? Ну, пафоса нет. Мы говорим о том, что мечты бывают очень разные. Мечта может быть стать принцессой, мечта может быть свозить детей на море. Правда? Это совершенно четкие мечты. И мы не та компания, которая воплощает мечты вместо людей. Мы помогаем людям, мы им даем инструментарий, мы им даем в руки бизнес-модель, косметику, каталог, знания. И все то, что дает компания-партнер для того, чтобы человек осуществил свои мечты. Это важно. Мы не даем человеку руку, мы даем человеку удочку. Мы та компания, которая серьезно относится к мечтаниям и старается их осуществить в рамках своей бизнес-модели. Точно так же все начиналось с мечты, и когда эти два уже не молодых человека, 51 год назад, тоже создавали нашу компанию. Вы знаете, наверное, многое о них. Вы читали книжку, но кто прочитал книжку про Арифлей? Довольно многие. Очень хорошо. Я с ними довольно много провел времени, с братьями за свои 20 лет в компании. И какие-то вещи, которые есть в книге, они мне рассказывали от себя, как бы из первых уст. Поэтому то, что я буду рассказывать из истории компании, это такая моя интерпретация ее истории. И мы начнем с того, что у братьев в принципе не было никогда нужды, из-за которой надо было вот прямо создавать какой-то бизнес, чтобы выбраться из тяжелого материального положения. Потому что братья по происхождению дворяне шведские. Они из очень древней семьи, которая была на службе у шведских королей много столетий. То есть они с друзьями все нормально, они получили очень хорошее образование оба. И тем не менее они всегда, и они работали по времени, я потом дальше покажу, на очень хороших, престижных, корпоративных работах. Но у них всегда была мечта замутить свое дело, чтобы передать его дальше детям, и чтобы было что-то по-настоящему большое и серьезное. И что могло бы помогать большому количеству людей. Они так хотели, да? То есть мечта была сделать бизнес, который бы отразился на большом количестве людей. И улучшил их жизнь. Они изначально вот такое планировали, не имея понятия, за что взяться, на самом деле. Говорил уже вам, да, что они очень нормально были устроены. И тем не менее мечта сделать свой бизнес им никогда не давала покоя. И они начали уже где-то к 30 годам, мужчины в полном расцвете сил, начали искать тему, чем бы заняться таким, чтобы был бизнес. И как сейчас можно говорить, как сейчас модно говорить, решили создать стартап. Кстати, вы тоже стартаперы. Вот кто уже поопытнее из вас, тот был стартап в 90-х годах, наверное. Кто вот новички, у вас стартап сейчас. То есть каждый из вас по-настоящему предприниматель, он прошел через фазу стартапа, потому что по-другому нельзя. И точно так же братья вот где-то в 66-67 годах начали подумывать о стартапе, и им подвернулась тема. Тема была такая компания Ovation. Это была американская компания косметических прямых продаж. Им это дело очень понравилось. Они побывали на их презентации в Гранд-отеле. Их эта тема зацепила. Они к тому времени насобирали немножко денег и свои 17,5 тысяч крон вложили в то, чтобы купить долю в этой компании. Они стали совладельцами компании Ovation. Прикольно. Прямо уже начали мысльно тратить мега-суперприбыли от этого бизнеса. Но, к сожалению, все случилось более прозаично, чем они планировали. И этот бизнес потерпел фиаско. Организаторы, то есть основатели бизнеса наделали ошибок. И братья потеряли все наши деньги по сильным трудом 17,5 тысяч крон. То есть первый блин оказался комом. И здесь урок такой, что братья не расстраивались, а перестраивались. Не надо расстраиваться, потому что если бы они тогда расстроились, то мы бы с вами сейчас здесь не сидели и не слушали историю компании. Они пошли дальше. И их ждал следующий проект. Проект водных бамперов. Кто-то их убедил в том, что есть такая высокотехнологичная вещь, как бамперы, наполненные водой. И эти бамперы улучшают безопасность дорожного движения. И если поставить этот бампер на автомобиль, то будет все гораздо безопаснее. Они вложили 50 тысяч уже одолженных долларов в этот проект. И тут тоже опять-таки случилась фиаска. Роберт делает презентацию этого дела. Въехал в гараж и развалил и гараж, и автомобиль, и этот бампер. Плюс еще оказалось, что зимой вода в бамперах загрязает. Неожиданно. И второй проект оказался не до конца успешным. Поэтому урок здесь такой, друзья, что поначалу, прям сразу, успешно не бывает практически ни у кого. И ни у какого предпринимателя путь не бывает устлан розами. Никогда. Так не бывает. Любой из наших топ-лидеров вам скажет, что не было легко никогда. Всегда есть препятствия на пути. Я вам расскажу, как много препятствий было у братьев. Мы должны в этом смысле брать у них пример. Потому что они никогда не сдавались. Когда они единожды сделали выбор, они с этим выбором жили. Это очень важно. Когда ты делаешь этот выбор, ты говоришь себе, я иду туда, я пришел в Арифлейм, я здесь. Окей? И тогда ментально сжигаются какие-то мосты. Энергия не уходит на что-то другое. Энергия сосредотачивается в одной точке. И тогда люди, как правило, добиваются успеха. Как мы увидим в истории с братьями. После двух неудачных проектов они себе сказали, что все-таки надо сделать что-то, что нам действительно нравится. Не бросаться на какие-то темы, которые просто подвернулись. А сделать то, что резонирует с их понятиями о хорошем бизнесе. И в этом смысле им все-таки запала тема компании Ovation с компанией прямых продаж косметики. Потому что действительно это была инновация на то время в Швеции. Прямых продаж тогда в Швеции не существовало. И Арифлейм стала первой компанией прямых продаж в Швеции. Плюс тема с натуральной косметикой была очень интересная. Потому что внутральной косметики никогда не было, все тестировалось на животных. А они стали первыми в принципе в Европе, которые сказали, что мы никогда не будем тестировать нашу косметику на животных и так далее. Плюс, конечно же, это соответствовало их мечте, что можно организовать бизнес, который бы повлиял на жизнь многих людей. Тоже очень важно. Поэтому они шли за своей мечтой и вместе с третьим партнером, вот такой Вэнг Хёрстен, их приятель, они и организовали, собственно, Арифлейм. Забегая на меня, я скажу, что Вэнг приехал, отделился у братьев, он уехал в Америку, там женился. Стал успешным бизнесменом, они уехали очень хорошие отношения, но дальше компанию повели братья. Как я уже говорил, они все были на очень хороших работах. Вэнг работал в компании Electrolux, Роберт работал в компании Coca-Cola, Йонас работал в компании Polaroid на хороших должностях и чувствовали себя хорошим. Уже были семьи, но они рискнули. Они рискнули и подались в частный бизнес. Они стали предпринимателем. Для того, чтобы начать какой-либо приличный бизнес, надо было тогда, конечно, делать какие-то капиталовложения. И они пошли искать деньги, пошли искать инвестиции по банкам. Им всюду отказывали, потому что никто в эту тему тогда не верил. Эта тема была совершенно новая. Они видели, что нормально устроенные люди с приличным образованием и с хорошей работой хотят заниматься распространением косметики. Им крутили у виска, совершенно точно. Но в одном из банков, в этом шведском банке SEB, им наконец-то удалось убедить клирка, который выдавал кредиты. И он подписался под кредитом. И в принципе в этот момент, можно сказать, что и зародился Reflame. Вот так вот выглядел наш самый первый логотип. И осенью 1967 года, они никогда почему-то не говорят конкретные дни, конкретные даты, которые можно было бы назвать днем основания компании. Это было осенью. Хорошо. Вот осенью 1967 года в этом же Grand Hotel, это самый лучший в Швеции, самый знаменитый отель, там прошло учредительное собрание дистрибьюторов Reflame. Они решили взять самый лучший отель снять, вложились туда одолженными деньгами. И пригласили туда первых дистрибьюторов. Их было около 20, чтобы основать нашу с вами компанию. Этот отель для нас очень важен, в принципе, исторически. Каждый год туда в конце июня съезжается глобальная ТОП-15, самые высокие Reflame лидеры из всех стран. И совещаются где-то 3-4 дня с руководством. Именно живут и работают в этом отеле. Важное для нас историческое место. Будете в Стокгольме, обязательно сделайте себе селфи на фоне этого отеля. Лучше всего, конечно, там жить. Вы наверняка знаете легенду за нашим названием. Это «Золотое пламя», «Аурия флама», которое было на флагах франкских королей. Тогда они шли на какие-то особо важные ответственные битвы. Например, когда Париж атаковали викинги, те же шведы. Франки поднимали этот флаг и отбивались от кровожадных викингов. Такая наша легенда о нашем названии. Через годы мы не меняли свое название. Мы меняли то, как выглядел наш логотип. Он соответствовал всегда духу времени. Это 60-е и так далее, и так далее. Вот сейчас, мне кажется, он выглядит довольно современно и подчеркивает наше шведское происхождение. И вот пошло-поехало. Братья начали активно работать. И как у любого бизнесмена на этапе стартапа, это 24 часа в сутки. Очень много чего надо сделать. Все делают сами. Не было тогда, кому этим делом заниматься. Распределили ответственность. Бент отвечал за бизнес в Швеции. Роберт занимался поставками и логистикой. Йонас считал деньги и планировал финансы. У каждого были свои в этом смысле обязанности. Были постоянные встречи. Как всегда, начинается бизнес. Первые встречи, контакты, сбор контактов и так далее. И потихонечку компания начала оперяться. И долгое время она помещалась в одном чемоданчике. То есть Арифлей, который есть сейчас, он начинался вот с этого чемоданчика, в котором помещался весь наш ассортиментный ряд. Этот чемоданчик брала девушка Арифлей и шла работать методом домашних встреч. Или домашних пушков, как мы сейчас это называем. Их было 20. Это были первые консультанты. И они работали как раз методом домашних вечеринок. Все начиналось с малого, начиналось с этого. И у наших консультантов все начинается с малого. Конечно же, мы оказываем другую поддержку. Но мы тоже должны понимать, что любой крупный бизнес всегда начинался с маленького. Я вам покажу еще этому несколько иллюстраций. Мы не сразу были компанией каталога. Там полутора тысяч наименований. И всего того, что у нас есть сейчас. Мы были маленькой компанией. Как видите, первый каталог появился только в конце 70-х. То есть мы эволюционировали от компаний домашних вечеринок до компаний каталожных продаж. И потом мы стали только компанией MLM. Потом мы добавляли wellness и так далее. То есть мы компания постоянно эволюционирующая, друзья. Тоже важный урок для любого предпринимателя. Потому что очень важно приспосабливаться к сегодняшнему бьюти. В любом случае нельзя жить тем, как получалось 5-10 лет назад. Потому что так рынок меняется. И мы работаем в индустрии красоты. Это очень непростая индустрия. Это бьюти. Но все равно, что фэшн. Все равно, что мода. Она постоянно меняется. И здесь выживает далеко не каждый. Выживает тот, кто может приспосабливаться. В этом смысле прайс уникальный. Потому что не так много существует в мире компаний в нашей индустрии. Бьюти и фэшн. Которые бы продержались в ней и продолжали бы расти все 50 лет. А депники работали эти все 50 лет успешно. Потому что они все время приспосабливались. Они адаптировались. Они искали новые какие-то решения. Это еще один важный урок для любого предпринимателя. Потом мы добавили к ассортименту и декоративную косметику. Видите, все было такое тогда розовенькое. Братья сами активно всегда придумывали фишки. Придумывали разного рода обучающие материалы с юмором. Это фишка, которую придумал Роберт. Он хотел показать, что для того, чтобы увеличивать клиентскую базу, надо контактировать с людьми. Надо совершать визиты. Он так проилустрировал, что кошечка делала много визитов. И на нее увеличилась клиентская база. То есть это их был способ рассказать о том, как надо работать. И в качестве иллюстрации о том, что все начинается с малого. Это знаменитый наш стол для пинг-понга. Я не знаю, тот ли это самый стол для пинг-понга. Но стол для пинг-понга существовал на самом деле. Он был в подвале дома Йонаса в Мальме. И это действительно то, где собирались наши первые заказы рефлейманские друзья. Когда мы сейчас сравниваем то, что есть сейчас. Огромная компания. У нас только для нас собиралась. Я вам покажу дальше статистику. Уже 50 лет работает. И у нас 3 миллиона консультантов по всему миру. Там более 60 стран. Все начиналось с этого. Мне очень хочется сказать тем, кто недавно в компании, не переживайте, если вы чувствуете, что вы еще маленький бизнес. У вас еще пока стартап. Потому что даже братья наши, которые в прошлом году прокатали 6000 человек по Средиземному морю, на двух европейских лайнерах, они, можно сказать, по нашим меркам, они аллегальны по их материальному состоянию. Они начинали вот с этого. Поэтому не бойтесь, все будет. Как уже говорилось, братья часто наталкивались на проблемы на своем пути. И никогда не бывает такого, что предприниматель получает какую-то хорошую идею, или сам придумывает какую-то шикарную, гениальную идею, и на этой идее выезжает большое количество времени. Так не бывает. Гениальных идей было много. И предприниматели, которые развивали эту идею, они какое-то время непродолжительное могли на идее, на каком-то продукте, на каком-то изобретении, они могли продержаться. Но есть очень много, большинство историй, когда у предпринимателя не хватало нехватки, а не хватало воли и силы внутренней, чтобы идти против каких-то трудностей и принимать правильные решения. Успех Арифлейм не в том, что они взялись за прямые продажи 50 лет назад, братья в Швеции, потому что есть тысячи компаний прямых продаж по миру. И они близко не стоят к тому успеху, которого добился Арифлейм. Успех братьев в том, что они 50 лет подряд принимали правильные решения тогда, когда они смотрели в глаза трудностям. Вот в чем тема. У них такого было очень много. И вот одна иллюстрация. Они проработали где-то 5 лет уже в Швеции, и там разразился скандал в стране по прямым продажам. Была одна недобросовестная компания, которая бросила тень на всю индустрию. И в том числе и на Арифлейм. И все. То есть 5 лет пошли в никуда. К тому времени уже компания немножко поднялась, начали зарабатывать деньги. И практически они обанкротились в Швеции. Но братья сказали, ну ничего, вы же приняли решение, мы сделали выбор, идти с Арифлейм до конца. Это наша тема. Поэтому у нас нет вариантов забросить это дело через 5 лет. Давайте мы уходим из Скандинавии, мы уходим в другие страны. То есть они нашли в этом кризисе точку роста, они пошли в Великобританию, Голландию, Испанию тогда, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Вот в чем тема братьев, вот в чем тема Арифлейм. Мы всегда вылазим из трудных ситуаций. Кризисов было очень много. Кто читал книжку, знает про тайландский небоскреб, историю. Взять, чего стоит она только, история Арифлейм в России с многочисленными кризисами. Все началось в 1998 году, было очень много всяких разных у нас неприятностей. Но мы всегда выбираемся оттуда и становимся еще сильнее. Это тоже важно для любого предпринимателя. Поэтому, если подытожить вкратце нашу в этом смысле историю, то проблемы и сложности бывают у всех. И если у тебя есть действительно предпринимательский дух, желание, если ты сделал выбор и готов жить с этим выбором, выбор в пользу Арифлейм, то обязательно решение находится. Тем более, что компания всегда готова поддержать вас, друзья. Это тоже очень важно. У братьев не было поддержки внешней. У них не было, скажем, крыла, под которым они могли работать как предприниматели, они брали все эти риски на себя. Они взяли кредит в банке, они одалживали деньги. И поэтому отчасти они создали такую систему, такую бизнес-модель, по которой мы работаем, когда небольшому предпринимателю не надо брать на себя эти предпринимательские риски. У вас нет предпринимательских рисков, правда ли или нет? По крайней мере, не такие, как у них. Риск где-то около 149 рублей. По большому счету мы говорим для тех, кто приходит в нашу компанию. Да, конечно, надо решиться, если ты хочешь идти с нами, так сказать, до конца, надо решиться, ты там на своей работе продолжаешь или нет, ты с нами полностью или нет, ты делаешь этот выбор, живешь с этим выбором. Но рисков, которые есть у типичного предпринимателя в Арифлейм нет. Мы поддерживаем наших бизнес-партнеров, друзья. И потихонечку переходим теперь к тому, чем является наша компания на сегодняшний день. Можно сказать, что братья осуществили свои мечты. Сейчас они уже пожилые люди. Роберт остается в совете директоров. Йонас вышел из совета директоров в прошлом году, в красное 50-летие. Он очень довольный, убеленный сединами, объявил после круиза, что все, я ухожу на покой, всех вас очень люблю, но хочется, ему 82 года сейчас, хочется немножко уже отдохнуть. Немножко. Шведская пенсия. Тем не менее, тем не менее, он каждый день, это уже привычка, то есть он каждый день просматривает отчеты по продажам, он четко знает, где, в какой стране, что не так. Он знает курс рубля евро 100%. Каждый, он четко знает, что ж там при встрече, что с рублем, почему опять евро 75% и так далее. Это говорит о том, что люди очень страстно, страстно увлеченны своим бизнесом, и что единожды Арифлеймовец всегда Арифлеймовец. Их мечта переросла в компанию, которая представлена в 60 странах мира, друзья. Это очень круто, начиная с теннисного стола, заканчивая или продолжая Арифлейм в 60 странах. Немножко статистики у нас. Вы знаете, что у нас консультантов более 3 миллионов человек во всем мире. Наши обороты более миллиарда евро крутятся где-то 1,2-1,3 года к году. У нас более тысячи наименований продукции. Производим мы в России, Китае, Индии и Польше. И у нас около 6 тысяч сотрудников. Интересно сказать, что мы, как глобальная компания, не сосредоточены в одной стране. То есть мы по-настоящему глобальные. А сейчас глобальные компании не находятся, ни одна из больших компаний, они не держат все свои функции в одной стране. Что это невыгодно и это не оптимально. Глобальные компании находятся в Индии. Польшая, похожая ситуация, потому что там много специалистов по логистике. Так исторически сложилось. То есть у них географические положения, коммерческий маркетинг, бренды, коммуникации, наш отдел кадров, поддержка продаж. И еще у нас есть там подразделение, помимо Ирландии, помимо Дублина, еще в Стокгольме у нас есть еще подразделение, которое занимается сугубо средствами по уходу за кожей. То есть мы глобальная компания, и мы используем глобальные ресурсы для того, чтобы оптимально работать по всему миру. Около полумиллиарда единиц продукции мы каждый год производим, вернее реализуем. Половина из которой мы производим на своих мощностях, на своих фабриках, половину мы заказываем у наших подрядчиков. И это хорошо, потому что у нас нет, например, всех машин, всех производственных мощностей, которые бы позволили производить какие-то вещи, которые, скажем, моды только в этом сезоне. Что-то вот сугубо модное, но с лимитированным сроком жизни мы предпочитаем производить не у себя, а у подрядчиков. Так делают очень многие, и это позволяет нам сохранять гибкость. Важный момент, друзья, который каждый бизнес-партнер должен знать и понимать, что мы только одна из 35 компаний прямых продаж в мире, которые зарегистрированы на фондовой бирже. Вы наверняка знаете, что в мире есть тысячи компаний прямых продаж. Я дальше вам покажу статистику, какие размеры у нашей с вами индустрии прямых продаж. Это огромная индустрия подъема. В России компания прямых продаж была около сотни, может быть, чуть-чуть меньше. И я говорю так, что компания прямых продаж есть приличные и неприличные, честно говоря. Потому что организовать компанию прямых продаж, в принципе, это не так сложно, по большому счету. Можно скопировать продукт, можно скопировать план успеха, особо капиталовложений поначалу, скажем, не надо так много, как если бы вы занимались, я не знаю, добычей полезных ископаемых. Понимаете? Поэтому компания прямых продаж наплодилась не так мало. Их много. Но одно дело, серьезная компания прямых продаж, ну как акулы, можно себе представить. А другое дело, это одногенные там или однолетние компании, которые плавают возле акул, как рыбы прилипалы, и немножко подъедают из-за их рациона. Так вот, за эти годы, когда существует индустрия прямых продаж в мире, выделилось 35 компаний, которые смогли себе позволить котироваться на фондовой бирже. Я не знаю, знаете вы или нет, но котироваться на фондовой бирже это большое дело. Мы вышли на фондовую биржу шведскую только в 2004 году. Будучи основанными в 1967, мы стали котироваться в Стокгольме только в 2004. Потому что выйти на биржу, с одной стороны, у тебя должна быть репутация, то есть ты должен проработать какое-то количество лет успешно, не обанкротившись и показав определенный уровень товарооборота и прибыльности. И второе, это очень и очень дорогое удовольствие. Если вы интересуетесь экономическими вопросами, то мечта любого олигарха вывести свое предприятие на одну из мировых бирж. На Нью-Йоркскую, на Гонконгскую или на Лондонскую. Почему? Потому что это сразу тебя выводит в клуб больших игроков и позволяет получать инвестиции от людей, которые покупают твои акции. Это совсем другая игра, совсем другой клуб компании. Мы в этом смысле входим в очень ограниченный клуб компаний, которые позволили себе выйти на Стокгольмскую фондовую биржу. Большое дело. Это накладывает на нас очень много разных обязательств, потому что если ты частная компания, то ты в принципе особо не отчитываешься ни перед кем, кроме, понятно, государственных налоговых органов, но у тебя нет никаких обязательств рассказывать о своей работе и отчитываться перед какими-либо инвесторами и акционерами. У нас другая ситуация. Каждый квартал Магнус и его финансовый директор выступают перед биржей стокгольмской, перед аналитиками и инвесторами, и акционерами, и рассказывают, как у нас так, что и как. Они все, кстати, очень сильно интересуются Россией, потому что Россия – это самый большой рынок в Reflame и все еще. Вы знаете, нам спину дышит Китай. Но первый вопрос, который всегда задают, как дела в России. И от того, как у нас дела, друзья, очень сильно зависит цена акций. Очень сильно зависит. И настроение Магнуса, конечно. Чтобы вам показать, насколько требования к прозрачности информации высокие, если ты на бирже котируешься, то по закону информация о зарплате генерального исполнительного директора должна быть публично и доступна. Поэтому, если вас интересует зарплата Магнуса, то вы можете порыться в интернете и совершенно спокойно, так сказать, это узнать, потому что это должна быть в публичном доступе информации. Поэтому знайте, что есть небольшое количество крупных, серьезных, приличных компаний при рынке продаж. Я всегда здесь рекомендую тем лидерам, которые там сомневаются, либо же их атакуют вот эти заморощенные компании, которые обещают шубу и Мерседес прям сразу. Всегда интересуйтесь, является ли эта компания членом Российской Ассоциации Прямых Продаж. Это важно, потому что все приличные компании, они входят в профессиональные ассоциации. Если компания не входит в профессиональную ассоциацию, это значит, что либо она не разделяет этический кодекс, если у нее что-то не то, с этикой, а скорее всего у нее нет денег за платы членских вносов. Потому что там большие... заходите на сайт Российская Ассоциация Прямых Продаж. Есть Яндекс. Российская Ассоциация Прямых Продаж. Он заводит вас на сайт Российской Ассоциации Прямых Продаж и там перечислили все компании. Очень просто. Вот. И мы в этом смысле активные участники ассоциации. Мы были ее... Мы были в России и в мире. Мы были ее соучредителями. Я вхожу в ее правление и мы серьезные вещи обсуждаем. Да. Спасибо. И знаете, что если компания не в ассоциации, значит у нее нет денег заплатить. Может быть у нее есть деньги подарить вам шубу и Мерседес, но на членский взнос ассоциации точно денег нет. Мы большой игрок и наша рыночная стоимость, если кто хочет купить Reflame полтора миллиарда евро и как я уже говорил мы очень прозрачны для бизнеса. Еще один факт это то, что мы самая большая европейская компания прямых продаж. Все крупные компании прямых продаж они американские. Там начиналась вся наша индустрия, она там была придумана, а мы самая большая европейская компания. Мы имеем 50-летний опыт все-таки. Нет у нас кроме крупных компаний входящих в ассоциацию компаний которые бы были на рынке 50 лет. Братья наши славные являются очень уважаемыми людьми в Швеции. Они получили медаль Королевского Патриотического Общества. она дается тем и награждается те шведки которые внесли самый большой вклад для Швеции за рубежом. Чтобы через их работу о Швеции узнало максимальное количество людей за рубежом и получили из рук Королевы эту награду. Мы этим очень гордимся. и конечно стоит упомянуть что братья на короткой ноге с Королевой и она Королева Сирия и Ее Величество у нас бывало на корпоративах не у каждой компании Королева бывает на корпоративах потому что они очень редко ассоциируют себя с какими-либо коммерческими предприятиями в принципе но к нам она пришла потому что она уважает нашу компанию уважает братьев они делают огромные взносы в благотворительные проекты которые задействованы Королева поэтому в этом смысле мы очень-очень уважаемая организация я уже упомянул об ассоциации это тоже очень важно потому что в каждой стране есть свои ассоциации на каждом рынке и эти все ассоциации компаний прямых продаж объединены в мировую федерацию и вот наш матрос в прошлом году возглавил мировую федерацию это говорит о том что в нашей индустрии профессионально наша компания очень уважаема мы реально считаемся среди компаний прямых продаж одной из самых этичных и как бы хороших компаний мы никогда никогда не никогда не были замечены замешаны ни в каких скандалах мы всегда делаем все этично правильно честно прозрачно и так далее это тоже очень-очень важно делаем так 50 лет и следующий момент который меня сильно вдохновляет друзья я 20 лет работаю в компании по нескольких причинам буду работать долго в компании потому что им что-то подходит что-то им нравится и мне здесь нравится несколько вещей первое что мне нравится это то что у меня есть реальная возможность через свою работу повседневную может быть иноправитивную видеть как меняются жизни людей вот они меняются точно меняются давайте поклоним и я я видел тысячи этих примеров друзья мы может быть привыкли к этому для нас это ну что работа и работа а я каждый день вижу и уже 20 лет как люди в нашей компании в большей или в меньшей степени меняют свою жизнь раньше раньше это было в большей степени потому что была была бедность развалился советский союз было очень много хороших образованных людей оставшихся не удел и я видел что с моей помощью я хожу на работу что-то делаю и с моей помощью я видел как много людей добывали себе достойную жизнь как они из нищеты начинали ездить за границу у них что-то получалось а я имел к этому какое-то небольшое отношение это меня очень сильно мотивирует друзья и я это вижу тоже и сейчас все рассказы я выглядел в городе Челябинске там рядом есть город Копейск и заехал в СПО и одна женщина рассказала ей уже за 40 нормально рассказала о том как она впервые в Хорватии впервые в жизни попала на море как она вот шла и она была дождаться прямо не заехав не заселившись еще в отель оставила чемодан на песке на берегу побежала к морю испытать это чувство а я себе подумал блин я что-то там может быть я имею к этому отношение какое-то и меня это очень сильно греет меня это мотивирует друзья это очень важно для меня другой момент который меня отлично мотивирует друзья это то что мои ценности как человека они подходят под Reflame ну и соответственно в обратном порядке тоже наверное Reflame подходит подхожу и я что я имею ввиду то как работаем мы в компании то как нам так сказать завещали великие братья это мне подходит я имею ввиду честность я имею ввиду открытость я имею ввиду отсутствие понтов братья мы сами понимаем да они олигархи они миллиардеры и я никогда в жизни в их исполнении никаких понтов не видишь вы сами знаете что это доступные люди скажите кто с ними имел возможность встретиться поздороваться сфотографироваться и пообщаться кроме вот жвецких олигархов вы еще встретились поздоровались сфотографировались еще с какими олигархами поздравляю вас никто не исключение к чему это к тому что к тому что сложно себе представить нашего олигарха который бы стоял на золотой конференции с подносиком в очереди покушать там за шведским столом и выстаивал свою очередь и так сказать не было у него два человека охраны и не ездил на лимузине не ездил на фольксвагене посады это тоже не подходит честно говоря потому что потому что это по нашему по шведски все равны мы с уважением относимся к людям мы не строим мы не строим ненужных барьеров да мы компания МОР и мы конечно же подчеркиваем подчеркиваем разницу в статусе да у нас мы не можем одинаково скажем так относиться к исполнительному директору 12% мы обоих уважаем но всегда исполнительный директор у нас будет иметь какие-то особые привилегии но это не значит что мы опять-таки мы не уважаем людей да мы уважаем людей мы стараемся быть честными я всегда спрашиваю скажите за 20 лет компании Арифлейм кого-то здесь кинул нет кому-то задержал деньги нет не выплатил деньги не разу не разу не разу не разу не разу я об этом совершенно нагловато даже может быть перед аудиторией говорю потому что я 100% знаю что мы никогда никого не кинули и если бы кто-то знаете да это рискованно для меня как для спикера потому что если бы кто-то если бы мы кинули кто-то из аудитории бы встал а меня кинули я бы конечно мне было бы совсем неловко да конечно мы ошибаемся то есть то что мы честное так сказать и так далее прозрачное это одно дело мы ошибаемся мы живая организация мы ошибались ошибаемся и будем ошибаться и мы с вами в особенности с топ-лигерами проходили через всяк разный очень много у каждого как в любой я не знаю в семье в любых взаимоотношениях были подъемы падения где-то мы что-то делали не так где-то может быть мы не до конца не до конца сервис хороший давали где-то мы может быть там не знаю не туда поселили это все бывает да но фундаментально мы мы делаем ошибки но фундаментально мы придерживаемся наших ценностей мы уважаем и любим наших лидеров сейчас мы делаем тоже ошибки там с велнесом у нас проблемы сейчас с производством к сожалению я знаю вам это неприятно оно наладится оно в 11 каталоге уже будет лучше у нас были сбои у подрядчиков которые нам производят продукты велнес еще раз хочу сказать такие вещи будут и вы как бизнес партнеры скажем так должны иметь свои способы как с этим как с нами бороться как с нами разговаривать и так далее мы опять мы всегда открыты третий момент то есть первое это это то что я вижу что моя работа дает результаты она помогает людям второе это то что ценности резонируют с ценностями компании а третье друзья что меня сильно вдохновляет последнее время это то что я вижу в нашей компании в нашей работе в нашей бизнес модели в нашей индустрии большое будущее я бы никогда не связывал свою жизнь свою карьеру с компанией за которой я не видел бы будущего я такой же живой человек и хочу зарабатывать деньги обеспечивать семью дать образование и пинок в будущее своим детям и я бы никогда вот с компанией которая в которой я не вижу перспективы как у бизнеса я бы с ней честно говоря не связывался я бы сказал спасибо большое и пошел бы своим путем но то что сейчас происходит дает мне огромную уверенность в том что мы находимся в очень интересной компании для будущего что я имею ввиду мы сейчас живем в увлекательнейшее время можно мне водички пожалуйста мы живем в очень увлекательное время друзья мы даже этого не не всегда не всегда это осознаем но мы у нас каждый день меняется меняется мир благодаря тому что мы живем в золотой век технологической революции еще несколько лет назад вот этого всего не было кто мог бы себе представить что можно будет своим телефоном снимать да еще и вживую транслировать а мы уже к этому привыкли это технологизация она полностью меняет нашу жизнь и те вещи которые которые мы привыкли они исчезнут в скорости в нашей жизни то есть совершенно определенно скоро не будет банков в том виде в котором есть сейчас банки их скоро не будет вообще спасибо магазинов розничных к которым мы привыкли их тоже скоро не будет это не яд это банк не может не яд то есть такие привычные дела с которыми мы родились институту банков уже сколько лет 500 они исчезнут через 10 лет понимаете какое время мы знаем магазины тоже с сотнями лет существовали они тоже исчезнут в том виде в котором есть торговля останется но не через розничный магазин мы видим как полностью поменялись услуги перевозок транспортных перевозок сейчас не надо звонить в таксопарк и заказывать такси сейчас тыкнул на приложении вот оно уже рядом причем таксист это не профессиональный таксист а кто-то кто подрабатывает потому что у него есть свободное время и так далее то есть экономика наша экономическая жизнь поменяется полностью станет очень немного людей которые привязаны к работе ходят на работу сидят в офисе этого вообще новое поколение молодежь которая сидит у них это остается немножко они будут в меньшинстве те которые ходят на работу и зарабатывают деньги в офисе сидят люди которые привязаны к одному работодателю этого будет очень мало будут люди которые фрилансеры то есть они связываются с работодателями и отрабатывают какие-то проекты за это зарабатывают деньги и идут следующим заказчиком и так далее и большинство людей станут фрилансеры все это из-за технологии к чему я все это говорит я говорю это все к тому что в новой экономике то как все футуристы пишут и то к чему так сказать это уже видно потому что магазины закрываются со страшной силой у нас этого не так видно а в Британии например в Америке они называют это ритейл апокалипсис то есть апокалипсис ритейла в особенности формат универмага считается отжившим свое они в Лондоне закрываются один за другим универмаги просто все время что люди стали по-другому покупать все перестроилось и мы видим что что мы очень интересно и прикольно вписываемся вот в эту тенденцию я буду говорить о трендах чуть дальше но главная тенденция это то что исчезает в экономике будущего а оно уже вот на пороге исчезает посредник между человеком который оказывает услуги и человек который получает услуги почему банков не будет потому что люди будут одалживать деньги напрямую вот как сейчас таксист непрофессионал вас подвозит с помощью приложения мобильного точно так же человек у которого просто есть на кармане 10 тысяч долларов вам одолжит эти деньги без банка с помощью мобильного приложения оно все сейчас звучит очень дико но так оно будет так оно будет друзья и суть в том что уберутся с помощью технологии уберутся последние уберутся в организацию консультата поэтому мы в этом смысле занимаемся тем что нас ждет уже 50 лет понимаете мы напрямую работаем с любви без магазина без чего-либо мы несем продукт услугу рассказ человеку напрямую вы со мной согласны и я не говорю что мы уже прямо вот совсем там потому что нам надо оседлать эту технологию нам надо еще много работать чтобы эта технология дала нам возможность прямо выскочить в лидеры этой новой экономики у нас есть все у нас есть 50 лет понимания опыта вот такого подхода к работе бизнес-модели а многие сейчас только к этому подбираются и вот что меня особенно подавляет это то что сейчас к нашей бизнес-модели проявляет огромный интерес компаний из не нашего мира из традиционной бизнес-модели сейчас активно звонят последний где-то год даже полгода звонят и интересуются люди просто мне звонят и говорят расскажи как это у вас работает просто так люди например из ритейла был бренд который у которого 50 500 магазинов в России и они видят что развитие по ритейлу у них затормозилось все они уже не открывают больше магазинов потому что там уже они не дают выхлопа и они начали интересоваться нашей темой наша тема прямые продажи сейчас на западе уже даже немножко переименовывается она называется social selling то есть социальные продажи очень модная тема крайне модная тема это как бы некий следующий этап после пост ритейловой жизни и даже даже пост электронной коммерции все уже в интернете все покупают это уже тоже время немножко отошло люди хотят большего люди хотят социальных продаж с помощью технологий и многие обращаются ко мне недавно обращались сигаретники которых тоже интересуют табачники скорее которых тоже интересуют социальные продажи потому что в рознице поджимают особо не 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 разгонишься они придумали вот эти новые новые штуки которые не электронные а которые разогревают табак до низких температур забыл как они называются они говорят ну давайте может мы что-то там придумаем у вас же идеальный канал для нашего продукта я им рассказал я им рассказал чем мы занимаемся и почему так сказать не подходит одно другому это в другую компанию друзья но знайте я просто хочу вам сказать что наша фишка наша бизнес модель она очень 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 заточена именно под то будущее которое грядет да грядет вот совершенно будущее которое называется я экономика you economy когда в центре находится человек который оснащен технологией и который будет который выбирает который сам выбирает с помощью мобильных приложений на каком такси ему ехать куда ему куда ему ехать отдыхать у кого одалживать деньги и так далее и так далее мы в этом смысле занимаемся по сути этой темой уже 50 лет и это вот третий момент который меня сильно вдохновляет друзья следующее что стоит сказать не устали еще нет нет я тоже пардон следующий момент мы должны с вами понимать что мы не просто так себе там занимаемся дистрибьюцией рефлейм мы являемся частью довольно большой отрасли народного хозяйства как раньше говорили индустрии прямых продаж смотрите в мире задействованы около 100 миллионов человек это большое дело это огромные обороты это профессиональные ассоциации это очень и очень серьезная тема друзья даже если иногда вам кажется что все очень буднично и вам уже все надоело знайте что вы являетесь частью большой большой индустрии поэтому это вот то что касалось нашей истории два раздела мы сейчас прошли с вами история немножко напомнил о ней и второе это сегодняшний день рефлейм в глобальном разрезе что мы из себя представляем как компания глобальная хорошо хорошо теперь давайте поговорим о еще более так сказать современном моменте что нам есть для вас предложить на сегодняшний день итак вам нравится наша продукция рекоменда нас продукция я всегда получаю такую реакцию когда спрашиваю продукцию она у нас действительно замечательная и может быть мы не до конца не до конца понимаем какая она хорошая недавно завеститель магнуса еспер мартинс он второй человек после магнуса говорит что он всегда по жизни занимался занимался работой с рынками а сейчас у него другая должность он занимается в том числе и производством и разработкой и так далее 20 лет компании и только сейчас в этой новой должности понял что у нас а он любитель автомобиля говорит у нас упаковка от фальсвагена а ингредиенты от розс-ройса вот так он сказал реально и это извините вот поэтому он как человек который сейчас занялся продукцией упаковкой и так далее он собирается все это дело поменять чтобы у нас и упаковка была в розс-ройсе будем надеяться давайте немножко поговорим поговорим о нашей компании о том что у нас есть вы знаете но также знаете что в нашей индустрии есть очень мало компаний брендов у которых есть как мы раньше говорили собственная исследовательская база брендов есть дофига но 99% косметических брендов берут готовую продукцию которая доступна для покупки с полки как говорится оф-дешав и лепят на нее свой бренд это всеобщая практика так делают очень-очень многие есть совершенно ограниченное количество компаний брендов у которых есть свои научно-исследовательские мощности свой штат ученых этих компаний можно практически перечислить на пальцах двух рук по всему миру по всему миру потому что это очень дорогое удовольствие и эти вещи есть у тех кто уже давно на рынке мы на рынке 50 лет и у нас есть свои институты у нас около 100 специалистов их возглавляет Алан Мавон и мы инвестируем огромные деньги в наши разработки помимо кстати того что есть маленькое количество компаний со своими исследовательскими мощностями еще меньшее количество не могу сказать точно 100% меньшее количество есть компаний у которых есть свои патенты это очень большое дело патенты дело дорогое и они у нас есть вы знаете какие средства у нас есть патенты мы были лидерами применения столовых метокостей тоже очень круто за нами пошли дальше другие компании мы инвестируем сейчас в рекламу как вам зашел антикастер скажите зашел вам антикастер как телевизионная компания мы видим очень хорошие результаты честно говоря это рекламная компания она была противоречивая она не была скажем пушистой белой пушистой мы специально хотели немножко провокации и чтобы был месседж чтобы нас заметили мы считаем что у нас получилось и в этом смысле есть конечно очень хороший резонанс у нас огромное количество удивительных продуктов каждые 4 секунды мы продаем тушь 5 в 1 вот продалась одна тушь 4 секунды продалась одна тушь 264 миллиона пакетиков мы продали с момента его запуска население России какое 144 146 говорят вот мы продали столько пакетиков нашего велнес пэка друзья миллионов 219 миллионов порций коктейля было с момента запуска мы огромный слайде старый надо подправить да 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 мы огромный в этом смысле гигант друзья мне хотелось бы чтобы вы чувствовали свою сопричастность к этому давайте немножко поговорим теперь про наш ассортимент смотрите вы знаете что у нас есть 5 основных категорий 5 категорий это средства по уходу за волосами это декоративка наши ароматы наш велнес и уход за кожей да мы говорим что у нас есть 2 стратегических категории это новейдж и велнес это инновационные бренды по ним мы провели клинические исследования во первых мы все это дело изобрели или там для нас изобрел шейк стикстен да мы его коммерциализировали это эксклюзивные запатентованные технологии уникальные ингредиенты и здесь они понятно не могут стоить дешево никак да потому что во первых мы вложили туда огромные деньги во вторых это не те вещи которые имеют имеют так сказать к себе какой-либо ну доверительные отношения если бы они были дешевыми да эти вещи дешево не стоят с другой стороны у нас есть 3 остальные категории у которых есть широкий ассортимент там есть доступные я подчеркиваю цены я вам проиллюстрирую это там есть глубокие скидки сюда мы скидок не даем да там есть качественные ингредиенты и конечно же мы следим за брендами и инновацией да вот так разбивается наш с вами арифлеймовский ассортимент есть и помимо наших дорогих продуктов новая джин велнес у нас успешно продаются инновационные но доступные по ценам продукты это очень важно если мы беспокоимся о ценах то давайте помнить о том что компания обязательно делает сбалансированное предложение в каждом каталоге наша задача не будучи дешевыми сделать так чтобы в каждом каталоге было предложение для любого кошелька и наши специалисты занимающиеся каталогами так и делают то есть в каждом каталоге у них задача должно быть 300 продуктов с ценой до 300 рублей более 300 300 продуктов со скидкой и скидки наши до 70% скажите может себе даже рядовой человек позволить купить что-то в нашем каталоге при таком ассортименте я считаю что вполне это возможно еще важно сказать друзья что за последние 3 года это я вам точно официально заявляю у нас не было таких цен после того как мы снизили цены на более чем 500 продуктов в каталоге летом мы действительно видим что за последние 3 года у нас не было таких хороших цен это тоже очень важно и мы я вам это говорю чтобы вы понимали наша задача не оторваться в ценах от рынка наша задача сделать так чтобы мы были уместны для рынка и чтобы у нас было предложение для всех чтобы мы соответствовали ожиданиям потребителей теперь вопрос какие ожидания у наших потребителей чего наш потребитель сегодня хочет очень важный момент мы отслеживаем эти вещи активно я хочу с вами поделиться сейчас некоторыми трендами чтобы вы тоже в своей работе с одной стороны понимали почему мы делаем так а не иначе и чтобы вы тоже использовали эти тренды осознанно в организации своей работы чего же на сегодняшний день ожидают потребители эта информация взята у компаний консультант консалтинговых которые работают с нами которые мы платим деньги за то что они отслеживают потребительские тренды в России чтобы мы в эти тренды попадали вы скажете мы попадаем или не попадаем первый тренд на сегодняшний день это всеобщая тяга к личным рекомендациям реклама не работает категорически все режут рекламные бюджеты все большие рекламодатели Procter & Gamble Nestle активно убирают деньги с телевидения например и инвестировать в проекты которые бы основывались на личных рекомендациях люди не верят рекламе люди при выборе куда ехать в отпуск есть четкая статистика смотрят в первую очередь не на сайте там отелей а на сайте рекомендаторы на сайте где есть отзывы они сначала читают отзывы и рекомендации после этого принимают решение очень важно личные рекомендации скажите мы в тренде в этом смысле или нет наш весь бизнес построен на личных рекомендациях дальше да я уже говорил о том что людям нужны отзывы о продукте будь то косметика будь то отпуск автомобиль что-либо люди прямо сейчас сильно стали зависимыми от отзывов в интернете следующий момент это событийность люди уже наелись скажем разнообразие продуктов то есть уже они избалованы люди даже сервисом наелись то есть если раньше мы приходили мы пришли когда на рынок России особо конкурировать было несколько да мы мы принесли продукт очень хороший на пустой рынок и конечно же к нам выстроились очереди и люди жгли костры зимой чтобы утром попасть в сервисный центр но это время прошло и это хорошо то есть рынок насытился у российского потребителя есть огромный выбор и после этого наступил этап сервиса когда бренды присутствующие на рынке начали дифференцироваться и конкурировать друг с другом по принципу сервиса кто лучше предложит свой бренд свой продукт но и этого уже мало потому что потребителю одного только сервиса уже недостаточно уже в принципе сервис есть в стране базовый да и он ну понятно есть всякие разные ситуации но уже не то что было в 90 люди хотят теперь большего люди хотят коммуникации общения интересного опыта они хотят чтобы что-то происходило они хотят событийности то есть продажи сейчас в основном больших городах да проходят на презентациях каких-то запусках каких-то вот таких делах да где где что-то происходит интересное где человек приходит и получает какое-то интересное времяпрепровождение потому что люди наелись уже сугубо потребления и даже сервиса это тоже очень важно скажите у нас есть событийность в нашей работе хоть отблагляй в этом смысле уже два тренда совершенно четко мы им следуем да это личные рекомендации и событийность следующий момент это бизнес в котором есть совмещение онлайн и оффлайн важная тема друзья потому что сначала у нас был сугубо оффлайн появился интернет и многие бизнесы подошли к этому так что окей у нас есть удобности в магазине там мороженое продаем в магазине ну и раз уже есть интернет значит надо чтобы был еще и интернет сайт всех пацанов так пусть у меня тоже так будет и они сделали предпринимателей еще и сайта этого уже мало этого уже мало просто так механическое отражение оффлайна в онлайне уже тоже не работает люди хотят или бренды успешные они научились совмещать одно с другим то есть они человека например подхватывают в онлайне через соцсети и потом организовывают какие-то мероприятия в оффлайне либо например спортзалы которые сейчас успешно работают человек приходит в спортзал отрабатывается своим персональным тренером потом приходит домой и в онлайне у него есть программка где он общается с тренером опять же в онлайне где отслеживаются его успехи через трекер и так далее и так далее то есть вот эти кибридные модели где органично сочетается онлайн и офлайн они просто вот у меня в онлайне отражается то что я то что вы видите в реальной жизни они работают очень успешно и мы видим что уже и в нашем бизнесе успешны не сугубо и онлайнщики да и не сугубо и офлайнщики успешны те кто научился правильно грамотно нормально объединять эти вещи лучше всего работает когда люди работают по классическому списку имен либо по событийному рекрутированию потом подхватывают людей с помощью онлайн инструментов и сопровождают их с помощью онлайн инструментов важная тема скажите мы в этом смысле тоже кое-что умеем и поэтому находимся в тренде следующий очень прикольный тренд как мне кажется это то что люди хотят помимо того чтобы с брендом общаться через какие-то содержательные вещи через презентации и разные всякие форматы они хотят еще обучаться у бренда поэтому сейчас буйным цветом расцвели всякие разные мастер-классы по всему то есть люди не просто хотят пойти и покушать суши да? люди чего хотят? приглашаем на мастер-класс по приготовлению суши привозят там какого-то японца который на самом деле китаец и он показывает как готовится суши то есть просто так люди уже не хотят потреблять люди хотят потреблять уже с каким-то интересом да? не просто ребенка сводить покушать пиццу да? а есть юные курсы там пицца-йола да? люди которые и так далее поэтому интересный тренд и здесь в этом смысле скажите мы в тренде или нет? мы только этим и занимаемся да? что образовываем потребителей через наши через наши мастер-классы всякие разные вещи и так далее и так далее поэтому как видите друзья эти мегатренды они есть это российские мегатренды да? что-то из этого есть в Западе чего-то нет но радует то что мы находимся прямо вот в эпицентре мегатрендов мы меняемся мы тоже как я уже говорил мы находимся сейчас очень удивительное время когда прямо в эпицентре технологической революции наша жизнь меняется и только будет наши дети жить очень сильно будет отличаться от того как живем сейчас мы и Арифлейн тоже в этом смысле меняется мы постоянно какие-то вещи вкручиваем мы стараемся приспособиться к сегодняшнему дню мы оцифровываемся всячески и движемся таким образом вперед поэтому на сегодняшний день можно сказать так что для каждого консультанта будь он ориентирован либо на онлайн либо на оффлайн у нас есть сейчас место я вижу я сейчас много езжу очень и общаюсь я выдергиваю из каждой поездки примеры лидеров у которых что-то работает у которых вот сейчас вот у них идет прямо вот они делятся опытом я могу совершенно четко абсолютно сказать заверить наши я думаю сейчас классики современники классики это лидеры которые которые с компанией ДОГО современники это те которые пришли недавно могу заверить и тех и тех что работает все если работать вот совершенно четко я видел очень много примеров того как у людей работает тот же список знакомых на сегодняшний день и вот девочка старший золотой директор список знакомых как старые добрые 90-е есть люди которые работают через соцсети есть люди которые работают через мастер-классы есть люди которые работают через бьюти-дивишники и так далее сейчас такое время в котором работает все если активно работать люди наелись общения компьютеров это тоже тренд люди хотят общения живого удивительная штука с одной стороны было еще 3 назад когда никто не разговаривал в особенности новое поколение сейчас даже новое поколение уже меньше тыкает в свои смартфоны даже они хотят живого общения и в этом смысле нам есть что предложить и моя просьба рекомендация пожелание вот задумайтесь над этим трендом в особенности классики потому что это то на чем вы построили свои успешные бизнесы за эти годы на живом общении лучше лучше всего работает звонок другу звонок ничто так хорошо сейчас не работает на сегодняшний день никакие так сказать супер интернет проекты и так далее и так далее лучше всего работает живое общение живые звонки просто расскажите о том что есть по телефону о том что у нас лучшее ценовое предложение за три года то что что у нас есть вау лента что у нас есть очень много всякого чего я сам иногда не упомню честно вам скажу с точки зрения всех фишек которые мы сейчас предлагаем в особенности когда мы вернули премьер клуб 10% за 150 баллов а это не летнее предложение это будет навсегда навсегда если взять все если взять все вместе все наши фишки наши конференции 6 августа мы объявим о следующей конференции кстати так предложение для продавцов предложение для топов наши акции которые сейчас вот идут одна за другой честно вам скажу за 20 лет такого расточительства со стороны компании я не помню мы реально много мы много инвестируем мы понимаем что вам работать сейчас нелегко мы не делаем вид что легко да сейчас нелегко у людей не так много денег конкуренции все дела но с точки зрения нашего предложения его качества и тех инвестиций которые мы делаем мы так не делали 20 лет это значит еще раз хочу сказать лучше всего работы общение мы у нас есть даже тексты звонков мы я лично звоню лидерам у меня есть свой скрипт на фаре скрипт я по этому скрипту делаю где-то 2-3 звонка лидерам где-то вам звоню у вас еще не добрался но звоню у меня я спрашиваю как дела туда-сюда вот и мне очень это нравится и почему хорошо работают скрипты потому что они они прямо помогают даже если у тебя голова чем-то другим забита у тебя там голова и сердце в других местах у тебя есть этот текст ты можешь нормально как бы ну отработать ты цепляешься за скрипт а потом уже беседа уже складывается сама по себе и уже скрипт не нужен поэтому я вам очень рекомендую так работать это это очень продуктивно так работают огромное количество компаний которые обзванивают людей люди хотят говорить смотрите какая статистика был автоматический обзвон кому я, кстати, звонил по автоматическому обзвону? на шоу на шоу и я тоже звонил только я звонил неактивно у меня даже в этом смысле была смешная история потому что ну это автоматический обзвон понятно я говорю здравствуйте делаю паузу специально чтобы человек не это Юрий Михайловский с компанией и так по-небратски немножко по-свойски рассказывали что там у нас есть и у нас в наш колл-центр поступила жалоба что женщина получила этот звонок и она подумала что это живой звонок и начала задать вопросы ну и приступила так сказать в диалог а я на этот голос и она обиделась поэтому она пришлось и обратилась в хоу-центр реально почему с ней так грубо обошлись что она хотела поговорить а собеседник не обращал внимания да такое тоже бывает но что да поэтому мы разобрались тем не менее возвращаясь к теме разговора посмотрите какая статистика друзья она очень сильно иллюстрирует силу живого общения по автоматическому обзвону было тысяча человек семьдесят восемь процентов подняли трубку шестьдесят три дослушали до конца это огромная цифра для автоматического обзвона друзья реально то есть средняя цифра для левого как бы обзвона холодного где-то пять процентов у нас дослушивают и вот столько шикарно давайте 43 процента разместили заказ после автоматического неживого обзвона друзья это же просто это просто дикие показатели вы видите как работают как эти вещи работают то есть огромная сила есть просто в том чтобы взять телефон да даже если так сказать нет у вас внутренней мотивации идти к новому званию да просто у вас есть огромная база людей огромные распечатки поднимите телефон поговорите с ними люди хотят разговаривать им интересен рефлейм только человека надо подтолкнуть да человек существо пассивное особенно если он не лидер да поэтому надо людей подтолкнуть посмотрите когда этот личный обзвон да у нас нет замеров сколько разместили заказы но более 70 процентов готовы разместить заказ друзья это феноменальное оружие в ваших руках друзья следующее на что я хотел бы обратить ваше внимание посыл от компании это то что важно рассказывать о всех трех предложения от компании не только о бизнесе не только о продукции и не только о продажах у нас есть три кита на которых держится компания да и все эти три кита достойны того чтобы о них люди узнали это прямо вот такое сообщение вам от компании мы знаем что очень многие сейчас фокусируются сугубо только на бизнесе и игнорируют такие вещи как просто потребление либо же вот первый доход который можно получить через рекомендации и продажи многие говорят что продажи модно и приходи к нам потому что не надо продавать чтобы вы знали это позиция компании это чушь почему потому что продажи друзья на сегодняшний день это модно и престижно только продажи современные и грамотные подумайте о современных блогерах да людях которые которые рекомендуют продукцию у которых там по нескольку миллионов их последователей фолловеров да знаете крыгину кто знает крыгину поднимите руки да кто не знает поинтересуетесь кто такая крыгина сколько у нее фолловеров которые смотрят смотрят их ее ее видеозаписи она самая модная девушка в России да и она чем занимается она занимается продажами реально она занимается продажами через рекомендацию этим занимаются огромное количество знаменитостей знаменитых людей селебрити и когда девочка говорит ой это так не модно продавать ну окей если продавать модно среди знаменитостей и людей у которых в интернет по 5 миллионов фолловеров то окей ну и продавать тогда дело хозяйское хочется чтобы мы понимали да современный момент и где и что так сказать модно что не модно поэтому все призывы некоторым проектам особенности интернет приходи к нам у нас ничего не надо делать и ничего не надо продавать и не надо даже с каталогом ходить это все неправда чудес не бывает друзья если если вас призывают зарабатывать на том чтобы не работать где-то здесь по 2 да да поэтому знаете об этом так не бывает следующий момент который я хотел бы вам так сказать дать в качестве посыла это то что надо работать по системе работать строительство работать совершенно четко проверим если вы по какой-то причине решили идти к новому званию интересно поднимите руки у кого закрадывается мысль закрыть новое звание чтобы я понял мысль закрадывается умным хорошо это очень это будет четвертый фактор который меня мотивирует это будет четвертый фактор который меня мотивирует в бане это то что многие об этом подумали друзья и поверьте я не первый год замужем я прекрасно понимаю что такое такая мысль есть далеко не у всех кто-то совершенно четко говорит нет я вот на шведской пенсии что и мы это уважаем чтобы понимали мы совершенно нормально